В городе продолжаются мероприятия всекубанского двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройства. Накануне глава курорта провел несколько объездов территории города и сельских округов. По выезду в Просторный составить проектно-сметную документацию срочно на реконструкцию проезжей части Ваша Владимир Ильич, значит на побелку, изоляцию теплопровода Ваша проблема, значит Евгений Степанович обеспечить это все финансирование. Также необходимо организовать полную ревизию остановочных павильонов. Там, где люди расклеивают объявления, установить специальные доски. Совместно с ГИБДД отдел по транспорту должен пресечь любые попытки поездок по Анапским дюна. Я говорю об ограждении Старого кладбища и говорю в этом же районе об ограждении Набережной, вернее, ну да, будем говорить Набережной. Там, где обрывистый берег. Есть пролеты, которые уже сгнили. Там агрессивная среда зимой, соленое все это, и дожди, и все-все-все. И быстро все это съедается. Хватит латать. Надо делать там, где уже пролеты выскочили, делать новые. Списки дел по наведению порядка, вымытия, окрасить ограждения вдоль дорожного кольца возле санатория «Россиянка» и благоустройства подходов и подъездов ко всем кладбищам. Другая тема о народных избранниках и лидерах. Точнее, о значимости их работы в глазах избирателей. Берем список действующих депутатов и по каждому из них проводим социологическое исследование. То есть сначала мне покажете анкету, которую мы разработаем, и силами нашего института. У нас есть опыт, у нас есть специально подготовленные люди. Проверяем популярность, узнаваемость, значимость для территории на тех территориях, в округах, по которым депутаты избраны. По результатам социологических опросов и сам электорат, и власти будут понимать, кому стоит смело доверять.